Девушки отдыхают 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 антикоррупционной прокуратуры. Соответствующую информацию опубликовал национальный инспекторат полиции. Кроме этого, в сети появилась информация о том, что фонд Галины Дадон может получать спонсорскую помощь от сына генерального прокурора России Игоря Чайки. Согласно пресс-релизу правоохранительных органов, ЦИК направил им на рассмотрение заявление об участии благотворительного фонда Дин Суфлет в предвыборной кампании, которая входит в компетенцию антикоррупционной прокуратуры. Материалы пока еще не дошли до прокуратуры, но как только они туда поступят, будут приняты меры для организации экспертизы в соответствии с действующим законодательством. Данные действия ЦИК предприняла после жалобы, поданной председателем политической партии Шор Илоном Шором. Партия Шор ссылается на несколько случаев, когда Игорь Дадон и ПСРМ пытались действовать в обход избирательного законодательства. В жалобе особо подчеркивается визит Дадона в Сороги, где по сообщениям прессы он проводил кампанию в поддержку ПСРМ. По сообщениям президентуры, глава государства, пользуясь случаем, поздравил семь самых крепких пар в районе Сорока, а также одну многодетную семью с годом семьи и вручил от фонда Динсуфлет денежные премии и подарки. Чтобы узнать реакцию администрации президента, наш канал связался с главным консультантом пресс-службы президента. На данный момент у меня нет ответа, пока без комментариев. Политической партии Шор также отметили, что не только глава государства ассоциирует себя с ПСРМ, но и партия социалистов поступает также по отношению к фонду Динсуфлет, который возглавляет супруга Игоря Дадона. И привели в пример официальные пресс-релизы ПСРМ, где описываются события, в которых одновременно принимали участие и партия, и фонд. Помимо этого, в сети появился материал румынского центра журналистских расследований, в котором опубликованы несколько конфиденциальных документов. В них отмечается, что в 2017 году на банковский счет фонда Динсуфлет были перечислены 70 тысяч евро. По данным того же источника, данная сумма могла быть отправлена со счета открытого на имя Игоря Чайки, сына генпрокурора Российской Федерации. Спустя некоторое время после этого трансфера Игорь Чайка стал бизнес-послом России в Молдове и Приднестровье. По данному вопросу, пресс-служба администрации президента ответила следующим комментарием. «Мы отмечаем, что все источники финансирования как внутренние, так и внешние прозрачны. Однако, лица, предоставляющие такую поддержку, не хотят, чтобы их данные были обнародованы. В то же время все финансовые источники, собранные на счетах фонда, использовались только для оказания помощи. Ее получали более 200 тысяч граждан Молдовы в рамках различных проектов». Главный консультант пресс-службы президента добавила, что подробная информация о расходовании денег, поступивших в адрес фонда Дин Суфлет, будет опубликована после выборов, чтобы не оказывать влияния на избирательную кампанию. Партия социалистов не будет создавать коалицию ни с кем, даже в том случае, если не наберет большинство мандатов на парламентских выборах 24 февраля. Об этом в ходе пресс-конференции по подведению итогов предвыборной кампании заявили лидеры социалистов. Пресс-конференцию социалисты организовали в соборном парке столицы. Лидеры политформирования постарались устроить из нее настоящее шоу. В ходе мероприятия спикеры призывали граждан идти на голосование. Также практически в каждом выступлении говорилось о том, что произойдет после выборов. «Что мы будем делать после 24-го, если не возьмем большинство? Мы не собираемся присоединяться к тем, кто издевался над этой страной последние 10 лет. Неважно, кто это будет, правый из блока АКУМ или правящая партия». Представители ПСРМ также заявили, что электоральная кампания всех партий, зарегистрированных на выборах, была направлена против социалистов. Напомним, что в ходе избирательных кампании ЦИК предупредила партию социалистов об использовании административного ресурса президентуры в предвыборной борьбе. Игорь Дадон также получил соответствующее предупреждение от ЦИК. Поводом для решений Центризбиркома стали два обращения от политической партии ШОР и либеральной партии, в которых представители политформирований заявили об использовании имиджа главы государства в поддержку ПСРМ. Такое событие, как парламентские выборы, традиционно вызывает большой интерес и за пределами Молдовы. В эти дни в эпицентре внимания как российских, так и европейских СМИ оказался лидер политической партии ШОР Илон ШОР. И на Западе, и на Востоке обратили внимание именно на него, как на представителя нового политического класса и даже альтернативы уже существующим силам в Молдове. Популярное российское издание «Взгляд.ру», в частности, анализируя непростые отношения между двумя странами в последние годы, отмечает, что Илон ШОР может оказаться тем политиком, на которого России следовало бы обратить внимание. Опыт показывает, что нормализация отношений между Россией и Молдавией, как правило, является прерогативой молдавских левых. Для правых неважно, находятся они во власти или в оппозиции. Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят, исходя из этой аксиомы, отмечает российское издание. Понимая это, Москва всегда старалась искать потенциальных союзников на левом фланге Молдавского политического фронта. Сегодняшним фаворитом Кремля считается партия социалистов. Ее бывший председатель Игорь Дадон при поддержке России был избран президентом. Произошло это два года назад, однако никакого заметного улучшения межгосударственных отношений за этот период так и не произошло. Президент Молдавии существенно ограничен в своих конституционных полномочиях. Сегодня он мало что может предложить Кремлю взамен, говорится в публикации. Рассматривая другие силы на левом фланге, российские аналитики признают, что партия коммунистов, правившая Молдовой 8 лет, если верить опросам, имеет мало шансов пройти в парламент. В этой ситуации имеет смысл обратить внимание на новое политическое движение с явным левым уклоном, которое представляет молодой предприниматель мэр города Аргеев. Политическая программа которого носит ярко выраженный социальный характер. И эту программу он уже с успехом реализует в Аргееве, отмечается в публикации. Привлекательно, по мнению российского издания, выглядит и внешнеполитическая позиция Илона Шора, основанная на идее межнационального мира, дружбы между народами, а также уважении к общему наследию стран бывшего СССР. В этом контексте издание упоминает о концерте ко Дню Победы, организованном Миланом Шором в разгар официальной русофобии в 2012 году, а также семейные узы с российской певицей Жасмин, вместе с детьми, проживающие в Москве. Яркая политическая карьера мэра Аргеева уже второй раз в этом году попала и в поле зрения влиятельного европейского издания EU.reporter. Опираясь на национальные социологические опросы, которые демонстрируют постоянный рост рейтинга партии Шор, EU.reporter прогнозирует уверенное преодоление этой партии шестипроцентного барьера и попадания в парламент. Кандидаты партии имеют высокие шансы победить в своих одномандатных округах. Речь идет прежде всего о самом Илоне Шоре, который пользуется безоговорочным авторитетом у жителей Аргеева, в котором баллотируется, пишет издание. EU.reporter также отмечает, что на стабильный рост популярности партии Шора и ее лидера не влияет даже банковский скандал пятилетней давности. Издание напоминает, что благодаря показаниям Илона Шора за непосредственное участие в краже века отбывает наказание экс-премьер Влад Филат. За что, правда, Илон Шор подвергается жесткой критике со стороны бывших соратников осужденного экс-премьера. Сегодня бывшие соратники Филата, члены его коррумпированного правительства, находящиеся в составе блока АКУМ, обвиняют Шора в том, что он подкупает избирателей на украденные деньги. Шор никогда не отрицал, что использует средства из семейного бизнеса на инфраструктурные проекты в Аргееве и социальные проекты поддержки малоимущих по всей стране. И путь этих денег легко отследить по бухгалтерским документам, пишет европейское издание. Описывая феномен Шора, европейские журналисты связывают его со стремительным преображением Аргеева под руководством Илана Шора, а также социальной направленности его программы. Илон Шор заявляет о безальтернативности построения в Молдове социального государства, взяв за основу своей политической программы скандинавский социализм. Он даже намерен ввести базовый гарантированный доход каждому гражданину Молдовы. Он то и дело апеллирует к советскому опыту, прекрасно отдавая себе отчет в том, что именно этот период на фоне постсоветского апокалипсиса наиболее привлекателен для большинства жителей Молдовы, отмечается в европейской публикации. Продолжение следует... В период пребывания в команде президента ко мне обратились администраторы строительных компаний, которые строили и строят до сих пор жилые квартиры, то есть жилые дома квартирные. Я приехал навстречу, присутствовали четыре директора строительных компаний, которые мне рассказали о том, как социалисты организовывают протесты на строительных площадках, приводят жильцов, пенсионеров и старушек, бойкотируют стройку, а в это время представители от партии социалистов ведет переговоры с застройщиком и вымогает десятки тысяч долларов взамен того, что они снимут эти протесты. В качестве доказательства своих слов Федор Гелич представил фрагмент беседы представителя партии социалистов, некоего Дмитрия с одним из застройщиков из Кишинева. Что вы предлагаете? Я прошу вас отозвать ваше пикетирование, забрать ваших бабушек, перестать ломать меня в строительстве, дайте мне работать. Ну я понял, но что вы конкретно предлагаете для этого? Я готов на сегодняшний день предложить им 20 тысяч евро. 20 тысяч евро? Да. Ну это я вам сразу скажу, что это не серьезно. За такие деньги никто даже не будет браться за ваши проблемы. Вы же зарабатываете миллионы, занимаетесь строительным бизнесом, и вы мне предлагаете какую-то мелочь. Заранее насчет вас я уже разговаривал, можно разговаривать от 50 тысяч. Меньше, в принципе, мы проблемы не будем решать. Аудиозапись также сопровождается видеоматериалом, в котором показаны несколько акций протеста сторонников ПСРМ вокруг недостроенных зданий, которые в итоге были сданы в эксплуатацию. В ходе пресс-конференции Федор Гелич отметил, что данные изображения свидетельствуют о том, что члены партии социалистов создали целый бизнес, основанный на манипуляциях граждан и шантаже строительных компаний. Мы обратились за комментарием обвинений Федора Гелича к кандидату от ПСРМ Иону Чебану, возглавляющему фракцию ПСРМ в муниципальном совете. Я слышал записи разговоров господина Шора с господином Филатом, господина Шора с другими господами. Это сфальсифицированная запись. Мне нечего комментировать. Мы будем действовать в соответствии с действующим законодательством. Сегодня за день до выборов в парламент лидеры политического блока АКУМ Андрея Настасия и Майя Санду заявили о том, что они находятся в отчаянии. Политики жалуются, что все больше представителей местной власти решает выйти из блока. В связи с этим Андрей Настасий призывает граждан Молдовы мобилизоваться и прийти завтра, 24 февраля, на выборы, чтобы проголосовать за достойных кандидатов. Завтра мы будем нужны друг другу, чтобы построить общество, свободное от недовольства, недоверия и ненависти. Общество, в котором у всех у нас будет шанс жить достойно. Представители блока АКУМ обратились к примарам с просьбой не оказывать давление на людей и позволить избирателям сделать правильный выбор на голосование 24 февраля. Это связано с тем, что накануне председатель территориальной организации ПАС в Сурученах агитировал жителей голосовать за кандидата от Демпартии Монику Бабук. Также АКУМ призывает всех наблюдателей быть предельно внимательными и тщательно следить за ситуацией на участках. Юг республики требует восстановить переработку молдавской продукции и рассчитывать в экономике на собственные силы, а не оглядываться на зарубежные страны. Об этом жители Чемишли и Кантемира и Кагула говорили на встречах с представителями политической партии ШОР. В Кагуле обрисовали еще одну проблему. Нужно восстановить местные предприятия, чтобы повысить уровень жизни в районе и в стране в целом, говорит Антонина Белоброва. Однако, отмечает кандидат, молодежь не хочет получать рабочие специальности, стремится стать менеджерами, юристами, в лучшем случае бухгалтерами. В итоге местное производство сокращается, люди уезжают. Денег в стране нет и при таком подходе будет еще меньше. Это замкнутый круг, который необходимо разорвать. Построить перерабатывающие пункты. Для чего? Потому что у нас всех есть виноградники, у нас есть сады фруктовые, которые теплица, тем более. Вы же помните, у нас плавни какие были. Но мы ели настоящие помидоры, а не эту пластмассовую дрянь. А рыба какая была, мои хорошие. В Кантемире приводят в примеры Аргеев. Раньше и там, и там были те же проблемы. Но в Аргееве за несколько лет произошли кардинальные изменения. И этот опыт предлагают использовать всей стране. 24 февраля станет победой всего молдавского народа. Это будет ваша победа. Это изменение жизни. 25 февраля в республике Молдова начнется новая жизнь. На вопрос Илону Шору, с кем он объединится после выборов, он ответил, что об этом его же спрашивали и перед выборами примара Аргеева. Я в этой жизни никогда ни с кем не объединялся. Лишь потому, что я умею отвечать только за себя, но ни за кого другого я не отвечал и отвечать не буду. Я сказал, если вы меня изберете, я выполню то, что я вам обещаю. Если вы меня не изберете, я вам обещаю, что мои депутаты ни с кем объединяться не будут. Будут сидеть в сторонке и служить, как будет беспредел дальше. Через три недели за меня проголосовало 64% людей, жителей этого города. Я сегодня избранный мэр. И до сегодняшнего дня никакой коалиции мы не сделали, потому что или мы правим, или другие. Все. Илону Шору задали десятки вопросов. Председатель партии ответил на каждый из них. Мы не зарабатывали вот эти магазины большие.